Этот вагон теперь принадлежит Спасо-Преображенскому монастырю. И это не роскошь, а необходимость, говорит настоятельница. Теперь в нем будет местная гостиница. Знаете, что у нас иногда приезжают паломники, и у нас просто негде разместиться. Бывает, что приезжают паломники из Беларуси, по 50 человек, автобусами. Паломники поехали в Спасо-Преображенский монастырь после того, как его осветили. Он вышел из-под крыла боголюбовских покровителей. Кормиться и одеваться, рассказывает настоятельница Соломания. Приходится самим. С хозяйством кое-как управились, а вот с нахлынувшими паломниками проблема. Раньше приезжающих селили в небольшие деревянные домики, но только на лето. Крещенские и рождественские морозы там паломникам не перенести. А ведь приезжают гости и из-за границы. Но решение проблемы подсказали. Благодаря Нижнему Новгороду. Там у нас приезжал один товарищ, и вот он, говорит, тоже хотел остановиться, у нас негде. Говорит, а вы попробуйте, напишите это самое. Прошение может вам? Вот так Господь послал. На прошение монахинь откликнулись железнодорожники и отдали монастырю безвозмездное пользование целый вагон. Для эксплуатации он уже не годится. Отслужил свое. Судьба его была предрешена. На металлолом. Но вовремя обратились покровители Спасопреображенского монастыря. И нам подарили этот вагон. Мы, конечно, очень благодарны за этот вагон, что сейчас мы его обустроим, что можем принимать паломников, что можем тут и чаем их напоить. И как-то даже встретить, даже здесь вот можно и переночевать. Но прежде чем обустраивать столь громоздкий подарок, нужно было сначала доставить. До станции у поселка Андреева президент добрался своим кодом, а уже оттуда его доставляли на тяжелой технике. В этом тоже помогли меценаты. Да и глава Судогодского района подключился лично. Общими усилиями вагон установили. Скоро им можно будет пользоваться. В этом вагоне смогут разместиться до 50 паломников, приезжающих в монастырь из соседних областей, Ростова и даже Беларуси. Пока здесь ничего не готово. Но к Рождеству, обещает настоятельница, они успеют сделать косметический ремонт и небольшую уборку. А чтобы зимой приезжающим было не холодно, запустят в работу котел. Он встроен прямо в вагон. Ресурсов для отопления, говорят в монастыре, уже запасли. Дров достаточно. Электричество и коммуникации тоже подведут. Благо, есть на свете добрые люди, готовые помочь священнослужителям. И тогда уже ближайшее Рождество Христово паломники Спасопреображенского монастыря встретят в комфортных условиях.